привет друзья на улице идет дождь и я решил показать снять маленький ролик показать вам свой стол для распечатки медовых рамок столы есть в продаже заводские многие люди делают сами столы я тоже решил его сделать сам своими руками потому что как по мне те столы которые предлагаются в продаже на рынке они есть не хорошего качества и есть и хорошего качества но как по мне очень высока цена этих столов и поэтому я решил сделать стол потому что по сути его работа заключается только чтобы на чем-то обрезать рамочку и куда-то чтобы падал заброс истекал мир стул я делал не сам так как я не дружу со сварком не помогал мой тест он сварщик у него там куски вот этого железа всего было то есть и он нам обошелся буквально в копейке металл я не покупал купил только нержавеющую сталь лист один лист который пошел мне на стол и на накопительный стол стол для рамок после обрезки вот как бы и все затраты помог мне с покупкой нержавеющую лист александр пасечник он не помог найти есть нержавейка недорого и принципе он купил и зимой не привез харьков на выставку так что спасибо сашка тебе за помощь ну и хочу показать что это за стол в принципе стол ничего необычного тут я сделал вот стол такой с профильной трубы стоит корыто с нержавейки поддончик на которой стекает мед это корыто под уклоном оно и стоит два два бака два бака один бак под распечатывающий клин обрезает туда и один бак для распечатки ножом ручным вот таким от вас ли я юрий михайлович а принципе и клин и те ножи от вас ли я очень удобно очень классно клин принципе справляется с работой есть рамки которые он не распечатывает то потом до распечатывается на втором баке ну и сделал я обычный накопитель решил не заморачиваться не решил не в бог его деньги потому что работа его вообще проста нужно куда-то поставить вот рамочку чтобы распечатанную и куда-то чтобы стекал нос распечатанные рамки вот сейчас у меня тут бедоны после откачки заброс еще тут стекает у меня от видно кусочки и внизу ведро ведро и там все она получается у нас стекает вот такой подончик с бортиками он под уклоном принципе накопитель точно так же обычные доски строганы куда должна ставится рамка и получается почему я решил их делать эти столы они покупать зачем столе для распечатки вот скажите что допустим что здесь что здесь нужны боковые стенки с нержавейки они вообще не нужны то есть мед никуда не капает он капает только вниз и вот эти боковые стенки они не нужны и зачем платить деньги за что тут просто вот я сварил вставил баки и как бы все работает все хорошо вот я вот так сделали мы сделали все очень просто в этом плане здесь здесь у меня бак когда заполнил я беру его просто поднимаю и вытаскиваю и заброс несу на перемор в мывку ну или так дальше в этом случае поднож я мы сделали чтобы очень пол чтобы как шкафчики выдвигалась выдвигался наш заброс снизу как бы как ящич потому что тут стоит клин если нам мне клин не нужен я его снимаю и могу на два ножа распечатывать с этой с этой стороны я показал его вам показывает так как он есть в так сказать уже в после работы сейчас тут заброс у меня стекает второй или третий день и в принципе в принципе доволен своим столом который обошелся копейки и довольно удобно в работе ну и накопитель обычный обычные как бы досточки и поддончик самое главное куда капает нод с нержавейки пищевой поддон один и поддон другой все никаких боковых стенок ничего лишнего нету вот такой стол у меня получился дальше я вам покажу чуть чуть позже в другом видео в другом видео я вам покажу как я работаю с этим клином как вы она распечатается сам процесс при откачке я не показываю потому что реально просто нету времени это все снимать потому что идет такая кипящая работа я отбираю рамки тут у меня распечатают один человек тут сестра то распечатывает все это в медогонку и просто реально не хватает время чтобы нормально стать и снять видео ролик как оно все работает так что в принципе покажу вам кусочками в плане стола какой стол получился потом покажу как распечатывает станок ну и так дальше все друзья так у меня стол получился дешево и сердито практично в работе себя хорошо показывал показал вот как видите заброс есть заброс стекает и в принципе нормально вот так что не обязательно покупать столы которые стоят по 4000 гривен мне это обошлось не знаю лист я купил 300 гривен мне на стол хватило нержавейки и 300 получилось 300 гривен лист на накопитель и на стол ну профиля не считаю потому что у нас был как бы с кусков как бы баки вот эти баки правда тоже александр пасечник один бак мне помог приобрести по дешевой цене я не понял в районе 400 гривен и второй я тоже до покупал получился у меня стол если так взять 300 гривен лист нержавейки 400 700 тысячу гривен тысячу спускай даже полторы тысячи гривен стол ничем не хуже который есть продажи своими руками обошелся полторы тысячи гривен и зачем покупать стол который стоит 3000 или 4000 гривен который там нужен только по сути емкость для заброса и чтобы сбегами уже вот эти стенки за которые они берут как бы деньги они не нужны я считаю что они не нужны мед там не соприкасается практически стол который есть продажи он да возможно удобен в том плане что туда можно вылить много меда там бочку меда да и краником сидеть там разливать по баночкам из-за этого платить полторы тысячи гривен я думаю не стоит я в таком случае сделал для разлива по баночкам сделала тут бетончик у меня 30 литровый я врезал краник и туда залил мед и по баночкам когда люди приходят за медом под медовонки покупать когда идет откачка меда то получается открыл краник налил и все то ну цена вопроса вот друзья такой такой стол такой стол у меня вышел такой у меня получился зачем платить больше когда можно понятно что хочется чтобы оно было все красиво чтобы это все было блестело и так дальше со своей работой справляется там где прикасается мед там нержавейка там где мед как бы нету контакта с медом то обычное железо ну и дерево все друзья вот такое видео по столу который у меня есть который мы сделали совместно с моим тестем с александром пасечником ну и с челками нашими все друзья всем желаю удачи в кого есть деньги покупайте столы заводские кто хочет сэкономить можно сделать обычный простой стол хоть такого любого типа кому как удобно я сделал такой все с вами был вам фабро ставьте лайки кому не понравились дизлайки подписывайтесь кто еще не подписался на мой канал всем желаю удачи и хороших мега сборов до новых встреч пока удачи